Наша страна соблюдает строгие меры санитарного контроля и на внешние границы союзного государства, на погранпереходах и в аэропортах. Водители и пассажиры сдают анализы на коронавирус, в терминалах работают тепловизоры. Вот закрытие границ усложнило ситуацию. На белорусско-польском участке возле пункта пропуска Козловичи выстроилась 20-километровая очередь из грузовиков. Накануне Польша закрыла границу для иностранцев, в страну пускают только перевозчиков. Водители не могут проехать из-за медленной работы пограничников. Подробности узнаем у Марии Тронич. Больше 500 грузовиков застряло на белорусско-польской границе. Огромная пробка стоит возле пункта пропуска Козловичи. В ожидании некоторые водители проводят около суток. Вереница грузовиков в сторону Польши растянулась на 20 километров. И это при том, что машины стоят в две полосы. Если Брестские объездами заезжают, то уходят где-то сутки. А иногородние, казахи, будут заезжать полтора суток. Польская сторона официально объявила, граница для перевозчиков открыта. Но пропускают фуры медленно. Еще неделю назад через пункт пропуска Козловичи в Польшу проезжало 9 тысяч фур за сутки. А сегодня почти на треть меньше. Оформление белорусской таможенной службы транспортных средств зависит от ритмичности выпуска транспортных средств с определенным государством. В случае, если польская сторона будет принимать большее количество транспортных средств, белорусская таможня готова оперативно их оформить. Дальнобойщик Роман Захарьян везет из России металлоконструкции. Говорит, из-за вынужденного простоя на границе компания-поставщик терпит убытки. Но к санитарно-эпидемиологическим мерам, которые тоже занимают время, водитель относится с пониманием. Должны быть какие-то контроли, какие-то санкции. Это все должно быть, потому что все-таки человеческий фактор, все эти вирусы, они распространяются очень быстро. И то, что находится на этих границах, это все в пределах нормы. На белорусской стороне границы все строго. Таможенники не оформят документы, пока водителям не пройдет санитарно-эпидемиологический контроль. По всему терминалу расставлены датчики тепловизора. Они выводят на монитор информацию о температуре тела каждого посетителя. Кроме этого, температуру измеряют бесконтактным термометром. На это уходит не больше трех секунд. К тем, кто приехал из Италии, Китая, Ирана и Кореи, повышенные меры предосторожности. Таких экспедиторов в обязательном порядке отправляют в санитарный пункт. Трицидная лампа. Мы периодически ее включаем по возможности почти после каждого пациента. В санитарном пункте дальнобойщики снова меряют температуру и сдают анализы на коронавирус. Мы выгружались в Словении, приехали в Италию, загрузились и быстренько уехали. Мы согласны с мерами. Все это понятно, чтобы это все для безопасности людей. Все это понятно. Ну, время, да, ну, а куда деваться. В таком режиме медики работают круглосуточно. Результаты анализов на коронавирус будут готовы через два дня. Из Итальянской республики прибывает к нам в районе 40-45 человек в сутки. И каждого мы обследуем, измеряем температуру, берем анализы, записываем все их данные контактные. И все это передается в поликлиники. За ними потом устанавливается наблюдение. Повышенные меры безопасности и максимальное внимание к состоянию пассажиров и в национальном аэропорту Минск. Там ввели двойной санитарно-карантинный контроль. Пройти проверку в специальной лаборатории может любой желающий. Проверка заняла буквально пару минут, так как это очень важно. Я считаю, что это не стоило того. Я считаю, что люди должны очень ответственно подходить к этому вопросу, потому что здоровье окружающих – это важный момент в нашей жизни. Хочу обезопасить своих родственников, которых хочу после поездки сразу увидеть. Чтобы не допускать распространения возможного вируса, в здании аэропорта работают дезинфекторы и беззараживающие воздухустройства. Особое внимание уделяется требованию к проведению уборок с использованием дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму. Особое внимание уделяется местам наибольшего скопления людей. Это в том числе и детские площадки, которые у нас есть на территории национального аэропорта. Накопители для вылетающих пассажиров. Поэтому организован полный комплекс мероприятий. В сутки такую лабораторную проверку в аэропорту проходит около 200 человек. А вот в погранпереходе Варшавский мост в Бресте немноголюдно. Сегодня самый оживленный пункт пропуска для легковых машин на границе с Польшей пустует. Свою границу на въезд польская страна закрыла для всех иностранцев. Отрезанными оказались даже те, у кого есть польская прописка. У меня белорусские корни, а живу я в Польше. Там у меня жена, ребенок, работа. Я приехал на несколько дней к Мойтере в Беларусь, а теперь не могу вернуться домой из-за карантина. По заявлению польских властей, карантин продлится до 25 марта. Это пока. Но водители все же надеются, что через полторы недели работа на границе соседней страны вернется в привычное русло. Мария Троинич, Виктория Антоненкова, Николай Ковалев, агентствователь новостей.